Всем привет! Меня зовут Пётр Воликов, вы смотрите Спорт Шрёдингера, и у нас выпуск про ММА до старой! Давно не виделись. Привет! Наконец-то объявлен второй бой Асу Алмабаева в UFC. Асу впервые в карьере выступит на номерном турнире. Прямо сейчас победная серия Алмабаева в ММА насчитывает уже 14 боёв. А 9 марта на UFC 299 он постарается продлить её до 15. Соперник американец Сиджей Вергара, который уже имеет бонус в UFC и респект за свой характер. Сейчас я подробно расскажу, как Асу провёл время после первого боя в UFC и разберу Вергару, кто такой, чем известен, чем опасен и почему у Асу больше шансов на победу. Приятного аппетита! Кеттек! Друзья, уже на следующей неделе главный бой года Шавкат Рахмонов против Стивена Томпсона. И подробное видео про Стивена у нас было на канале. Ещё пару месяцев назад я делал интервью с Шавкатом на казахском языке. Он там интересно рассказывает не только про бои, но и про свою жизнь. Как покупал квартиру в Алматы, какие ему искренние подарки делают продавцы на зелёном базаре. Эти видео точно помогут вам подготовиться к бою. Ссылки есть в описании. Ну и обязательно нужно до стар подписаться на канал. На неделе боя будет сразу несколько выпусков. Рахмет, а теперь Касу Алмабаев. Итак, Алмабаев ещё 5 августа задушил Оди Осборна, получил бонус и собирался ещё раз побиться в этом году. Но придётся ждать 24-го года, а точнее весны. Как тем? Ммм, наурос! Наурос, наурос! Эх, какой праздник, а! И ещё прикинь, на десерт бой осу. Ну тема же, тема. В марте будем праздновать. В конце сентября Алмабаев получил травму, судя по фоткам и видео, перелом руки, но довольно быстро он восстановился. Осу не запускает себя между боями и гоняет совсем мало веса, поэтому практически всегда готов подраться. Его тренер Азиз Разыев через месяц после травмы говорил, у Осу есть даже вариант побиться 9 декабря на турнире в Китае. Но тот турнир в итоге перенесли в Лас-Вигас. Как я понимаю, быстро матчмейкеры и UFC вариантов для Осу не нашли, поэтому следующего боя ему придётся ждать ещё 3 месяца. Да и вариант с номерным турниром всегда в разы лучше, чем обычный Файт Найтс. Столь ранний анонс меня не удивил. Поединок с Осборном тоже анонсировался за 3 месяца. Ну а я прямо сейчас хочу вам анонсировать. Букмейкерская контора Теннис и Кизет 16 декабря разыграет электрокары Zyker 01 и Volkswagen ID.4. Все подробные условия есть в закреплённом комменте. Для начала краткая информация про Си-Джей Вергару. У него почти имя как у Си-Джей из ГТА Сан-Андрес. Это он может быть? Нет, у него точно. Ему 32 года, к моменту боя будет старший Осу на 3 года. В ММА у Вергары 12 побед, 1 ничья и 4 поражения. В UFC залетел в сентябре 2021 года после победы на шоу претендентов Даны Уайта. В лучшей лиге мира у Си-Джея пока 3 победы, 2 поражения и 1 бонус. Си-Джей это американская версия настоящего имени Вергары. По паспорту он Карлос Барабас Вергара. Барабас. Ему бороду... Родился в городе Ла-Реду, штате Техас. Семья родом из Мексики. У Вергары, кстати, очень много общего, как у меня, так и у вас, но старый, я уверен. Потому что в детстве Карлос обожал Mortal Kombat и Брюса Ли. Ну а ММА загорелся после просмотра легендарного Прайда с отцом. В детстве Си-Джею приходилось часто драться, булили за низкий рост. Он немного занимался карате, но основательно в зал пришел только в 17 лет, чтобы стать бойцом ММА и попасть в UFC. Такая у него была мечта. В отличие от многих героев наших таких выпусков, Си-Джей никогда не работал. Занимался исключительно спортом и зарабатывал только боями. Пробиться раньше в UFC в Вергаре мешали серьезные травмы. Но, по его словам, он пережил 4 перелома руки, операцию на плече, разрыв крестообразной связки и удаление грыжи. В статистике Шердок у Вергары числится 3 любительских боя. В самом первом карте он выступал с нашим знакомым Джеффом Нилом, которого Шавкат... Когда же на ютубе появилось интервью Вергары, где его поздравляют с рождением сына и спрашивают об ожиданиях от профессионального дебюта. Этот самый дебют случился в конце 2012 года, когда Вергаре было 21. Первый и второй бой он провел в региональных техасских лигах и выиграл решение. В 2013 году Вергара стал выступать в лигах, скажем так, второго или третьего эшелона после UFC. Там часто бьются будущие бойцы и даже звезды UFC. Это LFA, Fury и RFA. В своем третьем поединке Вергара впервые выиграл нокаутом, причем нокаут получился довольно впечатляющим, хотя и рефери опоздал немного с остановки. Этот нокаут не стал трамплином для карьеры Вергара, у него случилась пауза почти на два года, а после возвращения за четыре боя были поражения раздельным решением, победа единогласным решением, ничья и досрочное поражение сабмишина. Нолик у Вергары забрал Джонатан Мартинес, который сейчас тоже выступает в UFC, причем на вес выше. Мартинес идет на серии шести побед, два последних скальпа, довольно солидные, Саид Нурмагомедов и Адриан Янес. Ничья у Вергары случилась с ноунеймом Эмерсоном Гарсией по прозвищу Кот, высок короче. У него СиДжей возьмет реванс через три года нокаутом, ну и лоток отберет. Ну а первое досрочное поражение Вергари нанес Девин. Миллер СиДжей повел себя некрасиво после инструкции судьи, отказался стукаться перчаткой и через 54 секунды получил урок от кармы. Асу, братан, если смотришь, а я думаю, что такие полезные видео, они нужны бойцам, да? Асу, братан, если смотришь, вот это обязательно прими во внимание. Тогда Миллер победил с Абмишином и вышел на рекорд 3-0, соответствуя своему прозвищу Машина. Но в дальнейшем карьера у Вергары оказалась успешнее, чем у Машины. Да, Стар, если вы сейчас подумали, почему мы столько прозвищ сказали там про Кот, прозвище, прозвище Машина, да? Про прозвище СиДжей еще ни разу не сказали. У него нету прозвищ. Вот все перерыли, нигде не видели. Если вдруг знаете, напишите в комментариях. Выводы из первого досрочного поражения Вергара сделал правильные. Следующие четыре боя он выиграл нокаутами и дошел до пояса Фьюри. Правда, пояс завоевал со второй попытки. Для первой провалил взвешивание. В этой серии нокаутов был и вот такой мощный. Шоу на Солеса даже стало жалко. Тут можно было остановить и после вертушки. Но рефери не пожалел, и поэтому Солесу еще прилетело колено. Ну а титул Вергара завоевал вот таким нокаутом. Срубил якобы Сильву и добил. Сильва до этого дважды пытался попасть в UFC, но потерпел два поражения, в том числе и от Джеффа Молины. Но Сильве повезло. Вряд ли ему, как Жалгасу Жумагулову писали, вот проиграл гею. В отличие от Сильвы, Вергара свой шанс на шоу Даны Уайта не упустил. За 41 секунду остановил Бруно Коррею, который уже имел бой в UFC и участвовал в реалити-шоу The Ultimate Fighter. Ну а первый звонок после контракта от Даны Уайта Вергара сделал своему сыну, который к тому моменту уже заметно подрос. Ну а для родного города он стал героем новостей. Местное телевидение отправило съемочную группу в дом Вергары, чтобы зафиксировать реакцию родных на то, как СиДжей становится бойцом в UFC. Ждем съемочную группу из Тулькубаса. К Шавкату. В лучшей лиге мира Вергара пока чередует победы с поражениями. Побед пока больше 3 против 2. Интересно, что СиДжей пока побеждал исключительно бразильцев. А вот соперникам из других стран проигрывает. Это тоже хорошо для нас. Первым соперником Вергары был наш знакомый и знакомый Асу Оди Осборн. СиДжей провалил взвешивание, но Оди согласился на бой, который вошел в карт UFC 268. Большую часть боя Осборн и Вергара провели в стойке. Первый раунд забрал Ямаец, второй Американец, а в третьем СиДжея подвело кардио. Оди забрал концовку и единогласное решение. Следующий бой Вергары снова был на номерном турнире UFC 274 Оливейра Гэйджи. Бой против Клейтона Родригеса завершился для Вергары первой победой в UFC и раздельным решением. Но это случай Джалгаса Жумагулова. На MMA Decision никто не отдал победу Вергаре. Большинство за Родригеса. Этот же бой прородил первую громкую новость про СиДжея. Он только на пресс-конференции обнаружил серьезную травму. Сидел с огромной вмятиной на лбу. Не привыкать. Вторая готовься, будь тоже. Двес, раз, дубль, а сука. Ясадж, дубль. Что? Через 4 месяца Вергару бросили под самого яркого проспекта наилегчайшего веса. Японец Тацуру Тайра спокойно оформил первую досрочную победу в UFC, поймав Вергару на армбар. Сейчас у 23-летнего Тайры 14-0 в MMA и 4-0 в UFC. В этом году Вергара провел два боя. 25 марта СиДжей провел, возможно, самый яркий бой в карьере. В первом раунде против бразильца Дэниэла Лассерде Вергара сенсационно достоял до конца. Несколько раз его жутко болтало. Во втором он восстал из пепла и показал Сильве, как нужно добивать. За этот бой Вергара получил первый в карьере бонус в размере 50 тысяч и не получил херню на лбу. Нормально все. Прошло. 23 июля СиДжей победил уже решением единогласным бразильца Венисиуса Сальвадора. Тот бой больше запомнился не действиями в октагоне, а реакцией СиДжея на провальное взвешивание Сальвадора. Отказаться от боя Вергара не мог, потому что впервые в UFC он бился в своем штате. У последних соперников Вергары, кстати, вообще нет побед в UFC. У Лассерды 0-4, у Сальвадора 0-2. По базе Вергара ярко выраженный ударник. До ММА он успел посоревноваться в муэй-тай и любительском боксе. Даже становился чемпионом Техаса по боксу в молодежной категории. Колени у него тайские и очень опасные. Это мы видели еще до UFC. А в UFC СиДжей ни разу не переводил соперников. Но сам 7 раз пропускал тейкдауны. Асу, запоминай, брат, пожалуйста. Под борьбой соперника СиДжей плох, что и доказал Тацуру Тайра. Как мне кажется, во втором бою Асу мы увидим больше борьбы, чем против Осборна. Еще нет котировок, но Асу тут будет фаворитом. И в случае победы будет сильно стучаться в рейтинг UFC. У Асу была возможность залететь сразу в рейтинг, но Тим Эллиот выбрал бой с Мохаммедом Мокаевым. Лично мое пожелание, хочу увидеть повторение боя с Осборном, когда Асу реально впечатлил и доминировал. Борьбы, по моему прогнозу, будет чуточку больше. В стойке с Вергарой зарубаться сразу скажу опосян. Он может перетерпеть с Держаком, у него все в порядке. А что ждете от боя, вы пишите до старт в комментариях. Не забудьте подписаться на канал и заглядывайте в описание. Там есть ссылки на телеграм и инстаграм спорта Шрёдингера. Алга Казахстан, Асу замучает Вергар в борьбе. Он победит, залетит в рейтинг. Мы победим. Пока.